Главный трус медиафутбола, что здесь другие законы работают. Вот так, я теперь понимаю. Привет, друзья, это Егоров и Медиа Сандали. Сегодня в достаточно темных тонах, потому что Михаил Прокопьев, он же Прокоп, ушел из Ботева. То есть вы понимаете, да? Совсем недавно мы восхищались Прокопом, который из ТикТока попал сначала в медийный футбол, потом работал над собой, тренировался. И попал в болгарский ботик, где сначала он практически не играл, ну и плюс ко всему он не был в заявке, но в одном товарищеском матче забил красивейший мяч, потом сыграл против команды РПЛ Урала, сделал две предголевые передачи, над этим ржали, но все равно пацан сделал две предголевые передачи. У него был долгосрочный контракт с командой, которая в будущем рассчитывает выступать в европейских соревнованиях. И тут такая новость. Прокоп, похоже, возвращается обратно в медийный футбол. Вот заявление на сайте Ботева. Михаил Прокопьев больше не ботевский футболист. Клуб и игрок по обоюдному согласию решили расторгнуть контракт по личным причинам игрока. Ботев желает Прокопьеву успехов и всего наилучшего в карьере. Хотя, впрочем, ясно это было еще за день до объявления, потому что Прокоп у себя в запрещенной социальной сети разместил фотографию в форме футбольного клуба «Амкал», где также сделал подпись, что, возможно, принял самое сложное решение в своей жизни. То есть, видимо, он выбрал «Амкал» и медийный футбол, а не Ботев и профессиональный футбол. Естественно, в соцсетях «Амкала» мы сейчас видим массу фотографий с Прокопом, и официальные соцсети, и Герман выкладывают номер 69, что Прокоп возвращается. Радоваться здесь или нет? Непонятно. Первый раз в жизни я могу сделать вот так вот, действительно. Объявление произошло вот только-только что. И если я получу слова Прокопа, я их обязательно вставлю. Но пока мы можем говорить лишь догадками. Но какие минусы от того, что Прокоп уехал в Болгарию? Ну, возможно, он меньше может видеть свою семью. Мы здесь убираем какие-то моменты и очень надеемся на то, что ничего плохого в жизни Прокопа не произошло. Но, судя по фотографиям в соцсетях «Амкала», все вроде бы нормально. Итак, что могло повлиять на это? Ну, во-первых, долгосрочный контракт и далеко от дома. Во-вторых, в команду пришел новый тренер, который поставил Прокопа не на его любимую позицию, о чем Прокоп говорил. И плюс ко всему Прокоп не вышел ни на минуту в матче со Спартаком. Возможно, проанализировав тренировочный процесс, этот тренер не пообещал Прокопу, что будет тому доверять. Естественно, когда Прокоп играет в иностранный футбольный клуб, у него нет возможности рекламировать букмекеров. И здесь это достаточно серьезная проблема, и много денег уходит в другую сторону. Идем дальше, и возможно, также Прокопу каким-то образом запрещали вести медийную активность. Ну и также мы подозреваем, что в футбольном клубе Ботев не очень высокие зарплаты, и вряд ли у Прокопа она превышала сумму в 2-3 тысячи долларов. А контракт у букмекерских компаний, скорее всего, у Прокопа куда выше. Видимо, проанализировав, что будет в будущем, Прокоп и выбрал, во-первых, возвращение в Россию, во-вторых, игру в медийном футболе, в-третьих, возможность зарабатывать деньги, в-четвертых, чаще быть на виду, но и в-пятых, возможно, устроиться в профессиональный клуб уже в России, если это будет возможно. Ну а пока что констатируем. Та сказка, которую нам долгое время продавали, закончилась. Прокоп едет домой. Сейчас, конечно, это будет подано как большая удача и большая проблема, но мы еще раз констатируем. Прокоп из медиафутбола едет домой в медиафутбол. Футбольный клуб Сочи, Спартак. Предполагалось, что микс большого и медийного футбола будет обеспечен за счет проведения товарищеского матча между одним из клубов вот этой, этого турнира и сборной медиалиги. Сборную медиалиги даже собирали, тренером стал Кузнецов, должны были поехать разные игроки, в том числе я должен бы поехать не как игрок, а просто освещать все это событие. Но в какой-то момент профессиональные футбольные клубы решили, что они очень крутые, что негоже им играть с такой фигней, как сборная МФЛ. Но, видимо, чтобы собрать какие-то просмотры, решили организаторы сделать челленджи, в которых участвовали бы вот эти клубы и некая сборная от МФЛ, опять же. Ну, Спартак здесь, даже в челленджах, всех послал куда подальше, что выглядит достаточно странно, потому что у Спартака есть своя медийная футбольная команда, в которой играет Георгий Джики и Александр Соболев, и пацаны тратят на это много времени, и в том числе участвуют в различных мероприятиях, сами выходят на поле, например, в матче против Амкала. И вот этот скептицизм и скабрезность Спартака удивительна, но имеют право сказать «идите в жопу», что они и сказали. Еще больше вопросов вызывает сама сборная МФЛ, как она формировалась под эти челленджи, ну непонятно. Ясно, что дали две квоты дротам, и пацаны разыграли. Но не сказать, что поехали туда самые медийные люди в этом мире, хотя с большим уважением отношусь и к первому и второму, я думаю, они сами понимают, что они не самые медийные лица в мире. Но они хотя бы играли в МФЛ и выигрывали. Что еще важнее, приносили результат на поле. Ну что там делают, например, Слава Черненко и Эльхан, которые в медиалиге провели полтора матча на двоих. Вот это большие вопросы, хотя также с сравжением отношусь к первому и второму. Должен был поехать еще в Володе XXL, нам предлагали его отправить, но мы сказали, что вообще-то у нас турнир в Казахстане, мы не можем это сделать. Всем прививки! Предлагали, чтобы поехал Диак, но сказали, что в МФЛ ставка делается на молодых ребят. Что достаточно удивительно, потому что даже испанская МФЛ продает в основном не только блогеров, но и ребят, которые еще недавно занимались футболом. То есть в Европе медийный футболист – это тот, кто в том числе закончил карьеру и достаточно ярок. А Диак ярок, потому что он и матчи комментирует, и в раздевалке активен, и вообще достаточно часто выступает на любые темы. Но желание МФЛ – желание МФЛ. Вообще ничего яркого «звезды МФЛ» и так называемые «звезды МФЛ», здесь и «звезды», и так называемые «звезды» не показали, потому что стиля прибил даже Костя Генич, хотя он тоже «звезда МФЛ». И Матч Таймэ поиздевался над стилем, написав, что опыт больше, чем понты. То есть у стиля понты. На этом интересное закончилось, а дальше начался настоящий кошмар, потому что вместо 40 минут челленджа показали 4 минуты, непонятно, где они выйдут и когда, тем более, что все результаты уже слили, и команда вместе со стилем «Фортуна» и «Славы» и «Ильханом» заняла самое последнее место, провалившись, набрав намного меньше очков, чем все остальные. Кто выиграл в этом турнире? Ну, в принципе, все равно. Неинтересно. Главное, что сборная МФЛ проиграла, и мероприятие, мягко скажем, не совсем зашло. И непонятно, зачем оно так ярко продавалось. Стиль мне позвонил сегодня, говорит, бро, я уже забронировал, надо 100% выиграть. Батки, если это не любит. В принципе, логика Матч ТВ здесь понятна, они хотели привлечь аудиторию молодую, но, как всегда, здесь сыграло то, что когда ты очень крутой, ну, например, очень-очень крутой, и тебе насрать на эту молодую аудиторию, то, естественно, совмещение не получается, и забрать оттуда просмотры тоже. Разберем итоги драки между Тудроц и клубом из Киргизии. Это уже ММА, друзья, это не футбол! Да, произошел первый случай в медиафутболе, когда команда подрались, одна ушла с поля, и было защитное техническое поражение. И не надо говорить, что турнир Казахстана здесь такой особенный, что только здесь дрались, нет, дрались везде. Роман Широков на МКС человека пинал ногами, который лежал на земле. Здесь вопрос скорее другой, просто на этот матч принимались ставки, мало ли, может быть, кто-то зарядил на то, что команда раньше уйдет с поля, или на то, что матч не будет доигран. Я лично о том, что будут ставки на этом турнире, не знал. Мои проблемы, надо было спрашивать. Итоги драки самые простые. Сначала Дидар сказал, что турнир отменят, или придется приезжать в другой город. Доигрываем этот игровой тур, полуфиналы, финалы могут быть в Алмате или в Костанай. Потом он сказал, что его вызвали на ковер и простили. Хочу сказать, что футболу быть, и давайте доведем этот прекрасный турнир до конца. Ну, а потом начались ограничения, которые никогда не были прежде заметны в медийном футболе. Теперь нельзя стоять на бровке даже в технической зоне, а не у линии. Вчера один из организаторов пытался убрать из технической зоны даже единственного тренера. Кое-как удалось его отстоять. По дисквалификациям также не появилось ничего нового, как мы и предлагали. Арчи амнистировать, которого били сразу несколько человек. Это и произошло. Арчи амнистирован. Ему красную, его пидером, пидером, пидером. Никто из команды Тудроц больше не дисквалифицировал. Хотя можно было это сделать, но опять же, нам наплевать. Мы просто хотим доиграть турнир, и неважно, что и как здесь будет. Мы сидели здесь две недели для того, чтобы сейчас еще качать права. Естественно, не обошлось и без какого-то потустороннего срача. Потому что Сипскана опять намекнул, что Тудроц как раз та команда, которая любит подраться. Что мерзенькие пацанчики опять поучаствовали в какой-то фигне. Цель любого высказывания Сипскана, чтобы у кого-то сгорела жопа, и она сгорела у некита, который назвал Сипскану спидсканой. Главный трус медиафутбола, который, блядь, ты забыл, как вы толкались с детьми, ты забыл, как ты под кат летишь девочек, ты забыл, как чужой делает отмашку, блядь, и провоцирует как раз что-то такое массовое. Что ты пиздишь? Главный трус и клоун медиафутбола, блядь, катись дальше в натуре от медиафутбола, братик. Сипскана логично ответил, что, ну, вообще-то первым толкнул слон, и у слона, который уже обещал дать Сипскане лещей, тут же опять подгорело, и он ответил огромным постом, какой Сипскана плохой. В этом плане ничего нового. Главное, что подрались, повеселились. Медиа-сандали собрали 250 тысяч просмотров, потом все помирились и будут играть полуфинал с броуками. Как я еще раз говорю, медиа-сандали будут каждый день, и я их разбираю в своей телеге. Подписывайтесь, телеграм-канал «Идимспорт». А мы извиняемся за этот инцидент, на самом деле у нас нет никаких претензий в команде «Судроц». Ну, а виновным, да, как всегда, сделали судью, я с ним пообщался. Вот короткий отрывок. Легенда, можно вопрос? Вы остаетесь? Дальше судите. Пока что я работаю. Ну, а как вообще вот эти вот все пост-итог слова команд, которые по большей части все на судью свалили, это попытка переложить ответ на себя, на других или как? Ну, скажу, мы на поле были все, все мы участвовали, все мы ответственны за свое поведение. Я не отрицаю возможно, да, были и судейские ошибки. Мы не бойки, мы все ошибаемся. А на ваш взгляд вот этот момент, где человек пнул мечом, он сделал это специально или все-таки случайно? С чего все началось? По мне, ну, нет. Там такой агрессии, прям, когда я был на поле, ну, такой агрессии не было. Там можно было сдержаться буквально, просто сдержать себя секундочку, и, наверное, все. То есть все из-за того, что вот этот человек двумя кулаками лицом летел дальше? На поле бывает все. На поле бывают и судейские ошибки, и трава не та, и солнце не то, и луна не та. Но это не повод. А посудив медийный футбол, понимаете, что это вообще другое? Что здесь другие законы работают? Вот, да. Я теперь понимаю, для меня это за. А я не бог, бывает, я ошибаюсь. Я принесу извинения перед вами. Благодаря, чтобы наши дети, наши болельщики брали пример с болью. Что здесь другие законы работают? Вот, да. Я теперь понимаю, для меня это за. Спасибо, рефери, за извинения. Ну, а мы переходим уже непосредственно к полуфиналу, где броуки сыграют с Тудроц. Вот у Тудроц в этом матче просто громаднейшее преимущество по абсолютно всем параметрам. Во-первых, они взяли лучших футболистов, откуда хотели. Во-вторых, они лучше жили в Казахстане, лучше питались, чаще тренировались, могли снимать челленджи. И вообще им всегда шли навстречу, так же, как и мы, повторюсь, пошли навстречу с Арчи. Тудроц сыграли на день раньше. Базару нет, такое расписание, есть что есть. У них на один день восстановления больше. Сегодня нам присылают расписание предыгровых тренировок. У нас предыгровая тренировка поставлена на 9 вечера. На 9 вечера. И заканчивается в 10 вечера. У Дротов на час. И о чем бы Тудроц не просили, их желание, ну, по большей части, во всяком случае, о тех просьбах, которые нам известны, исполнялись. То же самое и с календарем. Если какая-то команда захотела играть последний матч в групповом этапе, который, в принципе, даже ничего не решали, в субботу, то их ставили на субботу. Броков же ставили на вечер в воскресенье, прекрасно зная, что на подготовку к следующей игре у них будет на полтора дня меньше. Но это не важно, надо выходить и играть. Здесь ничего не остается. Во-вторых, почему здесь Тудроц фавориты? Потому что у них состоявшаяся команда, а у Броков абсолютно новый коллектив. Давайте просто посчитаем, кто из клуба ушел за последнее время. Ну, во-первых, не будет Дьяка и Благаша. Они в Москве, у них дела и учеба. Во-вторых, Салам, Ашурмамадов и Илья Кожухарь уехали в профессиональные футбольные клубы. Один в Португалию, другой в Киргизию. Стан чемпиона страны. Ну, а несколько человек, в том числе лидеры, такие как Луха, такие как Комис, они ушли в Титан. Саня Рощин тоже не с Броками. В общем, достаточно много потерь, это мы еще не считаем. Ежа, в общем, восемь футболистов основного состава. У Броков отсутствует, и этот турнир больше рассматривается как просмотровый. Но, тем не менее, борьба должна быть, но без лишних иллюзий. Это логично и даже интересно, как Дроты собираются настраиваться на этот матч. Может быть, их недонастроен и поможет. И это мы еще не считаем вирус, который поразил команды Броков и Файтнайт. Они все живут в одной гостинице и начали повально заболевать. Все мы знаем, что такое, если ты постоянно находишься друг с другом в контакте, если постоянно пересекаешься в столовой, что через день, через два болеют уже все. А здесь ребята живут три недели, и вот вирус догнал их только сейчас. Так что, если удастся собрать полный состав на тот рот, это уже будет хорошо. Ну, вообще, по турниру в Казахстане сложно предъявлять какие-то претензии. Да, действительно, кто-то недоволен календарем, размещением, но все-таки это все есть. Это во-первых. Во-вторых, нужно самим заниматься какими-то административными вещами, предлагать варианты гостиниц, если вас не устраивает то, что вам предлагали из Казахстана. То есть, нужно самим работать лучше по всем параметрам. Ну, или когда у тебя уже есть определенный административный ресурс, все изучать и понимать, что тебе не стоит ехать, как, например, Амкау, который очень рад, что какие-то проблемы на турнире в Казахстане. Происходит, потому что их здесь нет. Ну, а я, наверное, сделал бы только одно изменение, которое от меня не зависит. Сделал бы турниры намного короче, чтобы матчи игрались по два в неделю, и не нужно было по семь-по восемь дней сидеть в отеле, ждать этих трех часов тренировок в неделю и прозябать. Назовем это так. Ну, а в остальном все действительно было неплохо. Неплохо. И есть. На этом сегодня с медиа-сандалями все, потому что тема Прокопа главенствующая. О других вопросах, в том числе о месте лисы в броках, поговорим в следующих выпусках. Это был Егоров. Как всегда с вами. Пока.